Добрый вечер! Новости информбюро в эфире в студии Оскар Мендебаев. И наши корреспонденты уже готовы рассказать о том, что произошло сегодня. Итак, в выпуске. В Казахстане одним национальным праздником станет больше, когда отметим День Республики. Как наши граждане отнеслись к этой идее? День, когда была принята депутат с вами в зависимости. Будут ли казахстанцы отдыхать в день первого президента, 1 декабря? Сладкий вопрос. Готовы ли производители сахара принять концепцию, разработанную в правительстве? Какие требования им придется выполнять? И решит ли это проблему дефицитопродукта? Красиво жить не запретишь. Какое имущество будет облагаться налогом на роскошь? Кто и как это будет оценивать? Распустила руки. Очередной вопиющий случай в детском саду. Почему воспитатель позволяет себе так обращаться с ребенком? Какое наказание ей грозит и когда это закончится? Представители сахарных заводов высказали сегодня по установке предельной отпускной цены на сладкий песок. Ранее в Минторговле разработали план по поддержке сахарной промышленности. Он обязывает производителей в течение года не повышать цены. Готовы ли пойти на это бизнесмены, узнавала Анастасия Новикова. Зависимость Казахстана от российского сахара планируют минимизировать и развивать отечественную промышленность. В Минторговле решили профинансировать новый механизм обеспечения белым песком. Заводу смогут закупить трехмесячный объем сахара сырца. А это 136 тысяч тонн и обеспечить постоянную переработку в течение года. Это позволит не только насытить рынок, но и развить отрасль в целом. Заводы примут четкое встречное обязательство по фиксированию на один год отпускной цены в размере 460 тенге за килограмм. Обязательной модернизации заводов, увеличению мощности хранения и четкому исполнению плана по развитию сахарной отрасли. Сейчас сахарные заводы отпускают сахар по 340-360 тенге за килограмм. Так что работать себе в убыток после принятия нормы не будут. Напротив, смогут модернизировать предприятия на оставшиеся деньги. Ведь техника сильно изнушена. По словам учредителя сахарного завода Кайрата Оразбекова, у них есть договоренность с правительством. Если на бирже сахара сырца цена подскочит на 5% или на столько же одномоментно поднимется инфляция, цену пересмотрят. Еще один главный вопрос – земли, на которых можно выращивать сахарную свеклу. Заводы должны все-таки получить льготные кредиты и по возможности купить земли, если есть возможность купить земли, прилегающие к заводам. Те земли, которые пригодны для выращивания сахарной свеклы. И также, я думаю, из государственного фонда должны быть выделены земли в аренду. Заводы сами заинтересованы в сурье, именно в сахарной свекле. По словам предпринимателя, земли сейчас проданы или же на них выращивают другие культуры. В комплексном плане развития свекловодства и сахарной отрасли, по словам бизнесмена, предусмотрено, что сахарную свеклу в стране должны будут выращивать как минимум на 50 тысячах гектаров. Если этого показателя удастся добиться, то можно будет перейти на полное самообеспечение сахаром. Предстоящие этой осенью внеочередные выборы главы государства должны пройти после принятия изменений в Конституцию о семилетнем сроке президентства, сообщил спикер Можелеса парламента Ерлан Кушанов. Он подчеркнул, что сейчас президент изберется на пятилетний срок, а после внесения изменений в главный закон страны, главу государства выберут на 7 лет без права повторного выдвижения. По 7-летнему это не законопроект, это будет изменение в Конституцию. Изменение в Конституцию, а изменение в Конституцию вносит только глава государства. Свои предложения, свое видение мы уже передали, озвучили, дальше мы будем ждать. Если будет решение внести изменения в Конституцию, тогда, я думаю, можно успеть и провести изменения в Конституцию, и провести выборы. И снова аналоги на роскошь. Казахстанцы пересылают друг другу таблицу со ставками на сборы. Такая информация не соответствует действительности. Все официальные данные можно запросить в уполномоченных органах. Тем временем граждане задаются вопросом, какое имущество будет облагаться налогом на роскошь. Обсудим эту тему с председателем регионального совета НПП Атамикен по Алматы Максимом Барышевым. Максим, добрый вечер. Скажите, кого прежде всего затронет повышенное налогообложение? Добрый вечер. Увеличенное налогообложение может задействовать людей, которые больше всего активны, больше всего зарабатывают денег и больше всего тратят у нас в Казахстане. Именно этих людей может затронуть новые положения. Будет ли применяться к таким людям двойное налогообложение? Я думаю, что если мы посмотрим в совокупности все изменения, которые будут изложены в новом налоговом кодексе, здесь вполне возможно применение двойного налогообложения, которое негативно скажется на успешных предпринимателях. Во-первых, в новом налоговом кодексе предполагается то, что 10% индивидуального подоходного налога будут уже оплачены с дивидендов. Дальше увеличенное налогообложение. Естественно, за то, что человек уже оплатил налоги, он по нашей Конституции может приобрести себе любое движимое и недвижимое имущество. И тут снова будет налогообложение. Поэтому я считаю, что вполне возможно, что будет двойное налогообложение. Максим, а какова польза от этого государству? И как будут определять тех, чье имущество не зарегистрировано? Государство здесь, конечно же, ожидает увеличения поступлений в бюджет. Но здесь нужно посмотреть сразу же с нескольких сторон. Нужно посмотреть со стороны успешных людей, успешных предпринимателей. Успешные люди, которые не покупают здесь у нас в Казахстане квартиры и автомобили, они покупают в других странах. Например, они покупают квартиры, имущество, автомобили в том же самом Дубае, где налоги отсутствуют. Тем самым государство может просто подстегнуть уход денег из экономики Казахстана в экономики других стран. Поэтому здесь нужно посмотреть объекты налогообложения очень тщательно и скурпулезно оценить возможности казахстанских предпринимателей оплачивать повышенные ставки налогов. Спасибо. С нами на связи был председатель регионального совета НПП Томикен по городу Алматы Максим Барышев. День Республики Статус национального праздника Все подробности у Динары Нургалеевой 25 октября получит статус национального праздника. Эту дату многие казахстанцы должны помнить как День Республики. Впервые в перечень торжественных дат он попал в 2001 году, хотя и отмечался с 1992 года. Однако спустя 8 лет в 2009 его исключили. Этим летом на национальном Крултае в Улталской области Касым Жумартукаев предложил вновь включить эту дату в казахстанский праздничный календарь. 25 октября 1990 года была принята декларация независимости Казахстана. Это был первый шаг независимости нашей страны. В принятии этого документа очень важную, даже решающую роль сыграл первый президент Нуржултан Назарбаев. День Республики должен стать символом исторического шага страны-государственности. Касым Жумартукаев, президент Республики Казахстан. О важности этой даты сегодня говорили депутаты Мажелиса. По словам народных избранников, ключевую роль в принятии этой инициативы сыграли пользователи соцсетей. Это тоже по запросу народа же. Это не просто кто-то взял, кому-то захотелось. Об этом действительно было общественное мнение, обсуждалось оно и пришли к такому выводу. Я был тогда молод в те годы, но это действительно день, когда была принята декларация независимости. И, конечно, по значимости это очень существенный день, потому что именно с точки зрения правовой, это оформление именно независимости государства Казахстана. 16 декабря день независимости остается государственным праздником, однако его следует отмечать как день памяти национальных героев, внесших значительный вклад в независимость. Отметил в кулуарах Мажелиса министр культуры и спорта Даурин Абаев. Торжественные мероприятия будут теперь больше, наверное, проводиться 25 октября, а 16 декабря это, наверное, больше как день памяти, который в декабрь, в том числе. Я думаю, что все концепции мы вам представим, празднования, как будет меняться, и в том числе день первого президента. Также Мажелисмены решили исключить. 1 декабря – день первого президента из числа государственных праздников. Соответствующие правки в закон депутаты направили на рассмотрение в Сенат. Динара Нургалиева, Нуркенток Мурзин, информбюро Нурсултан. А вот что думают сами казахстанцы о возвращении Дня Республики как национального праздника. Новость о том, что 25 октября будет красным днем календаря. Восприняли, конечно, позитивно горожане, будут лишний один день отдыхать. И, конечно же, сам праздник, сама формулировка, он будет воспитывать патриотические чувства как подрастающим, так и всем остальным нашим землякам, нашим жителям нашей республики. Это очень важно, учитывая, какие геополитические изменения ситуации мы видим. В общем, действительно, возможно, есть какие-то упущения в этом вопросе. Нужно вообще делать очень, наверное, больше для того, чтобы воспитать патриотизм в наших, особенно подрастающих поколениях. В этом вопросе, вот, в слове патриотизм заложен очень глубокий смысл. Там и любовь к родине, это, если хотите, это и превенция в вопросе коррупции, это служение своему народу. Я максимально за такие праздники. Это взращивание нашего патриотизма среди населения, среди наших детей, среди студентов. Это дополнительный выходной, который будут, естественно, на ура принимать все граждане нашей республики. Я с большим удовольствием отношусь именно к таким внедрениям, таких нужных праздников, которые нужны. Наша республика, она имеет место, она имеет право своего праздника. Что касается нашего праздника, то, естественно, конечно, он должен быть. Вот, это, как будем говорить, что люди должны знать, что есть такой праздник. Вот, это объединяет людей, вот, по многим позициям, по многим взглядам. Вот, как бы подводит итоги, что произошло за этот период. Вот, и всегда, я считаю, что эта дата, она будет очень значительная, знаменательная, и в сердце каждого казахстанца, у каждого человека. Я думаю, что это очень правильно. Я лично это поддерживаю. Любое независимое государство имеет свои символы и символику. И праздник, день Конституции, день государства, день столицы, это все праздники, которые необходимы каждому государству. Наш новый праздник, который мы будем отмечать 25 октября, он еще раз подчеркнет, что наше государство свободное, независимое, развивается на благо народа. В Алматы полиция задержала подозреваемого в поджоге склона горы близ телебашни Коктубе. Им оказался 54-летний мужчина. Он признался, что разводил там костер и при этом был пьян. Говорит, что хотел разогреть консервы, а когда огонь перекинулся на сухостой, испугался и убежал. Мужчине грозит штраф до 300 тысяч тенге или даже тюремный срок. Напомню, накануне очевидцы сняли на видео, как некий мужчина разводил костер на склоне горы. За считанные минуты там разбушевалось сильное пламя. Оно хватило 3 гектара земли, но по размеру это как 4 футбольных поля. Пожар тушили более 130 огнеборцев с помощью спецтехники. За короткий срок им удалось ликвидировать угрозу. Силы были направлены по повышенному номеру ранга. И нам удалось в течение часа потушить данный склон горы, который тоже также представлял угрозу нашей телебашни Коктубе и парку, расположенному на территории жертв и пострадавших нет. Кустанайцы, чьи дома сгорели после взрыва в оружейном магазине, просят о помощи. Люди остались без крова и бизнеса. Огонь уничтожил 4 жилых дома и 6 зданий, среди которых СТО, столовая, школа бокса и магазин автозапчастей. Огонь унес жизни и четверых жителей города. Подробности у Нины Шапо. Кустанаец канат Серикбол вот уже несколько дней без сна и отдыха разбирает завалы своего дома. Боится не успеть, ведь скоро зима, а его дети без крыши над головой и супругу увезли в роддом. Из-за пожара, который начался в оружейном магазине, его дом сгорел полностью. В Акимате кроме 222 тысяч тенге пока больше ничем помочь не могут. Хотя, по словам каната Серикбола, обещали. По словам мужчины, ему не помешали бы дополнительные рабочие. Ручьи руки и стройматериалы в таком же незавидном положении оказались и еще трое его соседей. Все они остались без жилья из-за взрыва в оружейном магазине, который спровоцировал сильный пожар. В огне погибли люди. Несколько дней к зданию оружейной палаты неравнодушные жители приносили цветы. Установлен здесь и траурный венок. От друзей всего в пожаре погибло четверо сотрудников магазина, директор которого госпитализирован вчера в тяжелом состоянии по линии санавиации в Нур-Султан. Огонь уничтожил не только жилые дома. Пострадал и бизнес. Сгорело СТО, магазин запчастей, столовая и другие объекты. Геннадий Тен свое дело развивал 20 лет. Теперь от его комплекса ничего не осталось. В Акимате говорят, что по закону могут пока только выплатить погорельцам единовременную социальную выплату. Здесь произошло техногенное ЧП. И, скорее всего, будет определен виновник. Сейчас в данное время идет следствие. После того, как будет определен причинитель ущерба, им по закону должен быть возмещен ущерб. Но совместно с общественным фондом СЮКТКОСТАНАЙ они открыли специальный счет, куда казахстанцы могут перечислить пострадавшим деньги в качестве помощи. Первыми это сделали сотрудники Акимата. Они перевели однодневный заработок. Средства можно отправлять до конца недели. Затем их поделят между погорельцами и семьями погибших. Нина Шаппо, Елена Досова, Информбюро, Кустанай. В Кустанайской области наконец-то на пятые сутки удалось локализовать лесной пожар. Об этом сегодня я заявил министр Пучес. Но борьба с огнем продолжается. Некоторые подразделения остаются в районе для полной ликвидации возгорания. Сколько дней для этого потребуется? И о чем вспоминают те, кто первым лицом к лицу столкнулся с небывалым по своему размаху пожаром, расскажут мои коллеги. Супруги Елена и Андрей живут в Озерном. Это небольшое село, полностью окруженное лесом. Здесь во время лесного пожара сгорело шесть домов, в том числе и их. Местные жители в разные годы работали здесь в питомнике лесхоза, сажали деревья, перегли его от огня. Но в этот раз они потеряли все – и лес, и кров. Я сидела на 61-й вышке, которая находится на пионерлагере. Мы увидели дым, который поднимался на территорию Басаманского лесничества. Мы сообщили на нашу центральную контору, сообщили данные. И потом уже мы наблюдали, как это все стало увеличиваться. Мы позвонили, сообщили по социальным сетям, что ситуация выходит из-под контроля. Если честно, я никому не пожелаю такое пережить. Никогда, вообще никому. Это очень страшно, когда у тебя вся твоя жизнь сгорает на твоих глазах. Супруг Елены пытался спасти свой дом, но не успел. Он работает пожарным в лесхозе. Бороться с такой огненной стихией ему пришлось впервые. Мужчина, вспоминая события того дня, едва сдерживает слезы. Ну, я подъехал сюда, включил насос, хотел залить, накрыло пламени. Но пришлось одно только дело – сваливать, чтобы не сгореть. И все, выехал сюда, начал соседский дом помогать тушить, пока баллоны взрываться не начали. Ветер сильный, верховой идет, шум стоит, все трещит. Жар – это не описать, это надо видеть просто. Молодая пара, так же, как и все казахстанцы, с нетерпением ждала долгожданного события – локализации пожара в Аман-Карагайском лесу. И сегодня об этом сообщил министр ПЧС. Для полной ликвидации пожара, как сообщил министр, потребуется пара дней. Поэтому тушение продолжается. До 10-го числа в районе остаются пожарные Акмолинской области и полк МЧС с командирами до особого распоряжения. Мадина Исюмбаева, Нина Шапо и Елена Досова, Информбюро, Костанайская область. Вы смотрите Информбюро, мы продолжаем выпуск. Казахстанцев шокировало видео, где воспитатель бьет малыша и кричит на него. А также заставляют одну из воспитанниц применить жестокость к другой девочке. Случай произошел в частном детском саду в Туркестанской области. Кадры из дошкольного учреждения сейчас внимательно изучают в полиции. Воспитательница находится под подпиской о невыезде. Правда, сотрудница может грозить всего лишь штраф. Чаще всего такие дела квалифицируют как умышленные причинение легкого вреда здоровью. Санкция статьи предусматривает взыскание в виде штрафа в размере 15 МРП, 45 тысяч тенге, либо арест на срок до 15 суток. В Управлении образования города Шардары раскрывать личность педагога не стали, ссылаясь на тайну следствия, но обратились в полицию. Управление развития человеческого потенциала узнало в видеоролике, где воспитатель избивает ребенка в частном садике Шардары 5 сентября. В результате расследования факт того, что педагог била ребенка, подтвердился. Направлено письмо в полицию Шардаринского района. Проводятся следственные мероприятия. Иная информация в интересах следствия не разглашается. В октябре произошла потасовка между кондуктором и пассажиркой. Инцидент случился в час пик в переполненном автобусе. По словам пенсионерки, она забыла пополнить свою транспортную карточку, а наличных денег на проезд не хватило. После инцидента ей даже пришлось обратиться в больницу за медицинской помощью. Почему все чаще случаются подобные конфликты в общественном транспорте, узнавала Лейла Ауэсова. Райхан Мамилиной 55 лет. Как многодетная мать, пенсионерка пользуется льготным проездом в общественном транспорте. Сегодня утром, когда женщина ехала на работу, денег на транспортной карте не оказалось. Наличных тоже. На выходе, говорит, объяснила кондуктору, что у нее всего 50 тенге. И она расплатится в следующий раз. Но она стала возмущаться, била, пинала, по больной ноге ударила. У меня варикоз. Я кричала, хватит, не бейте. Стала отбиваться, чтобы выйти из автобуса. Но ей на выручку водитель прибежал. Они порвали мне одежду. Я требую, чтобы их наказали. Женщина сняла побои и теперь ждет заключение судмедэкспертизы, чтобы привлечь обидчицу к ответу. Полиция уже начала проверку по факту причинения травм. В компании, которая обслуживает автобусный маршрут, тоже начали собственное расследование. Там сообщили, что 60-летняя сотрудница написала встречное заявление и утверждает, что пассажирка первая ударила ее. Они муж и жена. Больше 20 лет работают, никаких нареканий к ним не было. Кто прав, а кто виноват, выяснит полиция. Мы обязательно примем меры, как только завершится расследование. В автопарке говорят, что такие конфликты в общественном транспорте участились после введения системы электронного билетирования. При оплате картой и через мобильное приложение тариф для пенсионеров и школьников составляет всего 40 тенге, а для остальных пассажиров 80 тенге. При наличной оплате для всех 150 тенге. Однако пассажиры отказываются платить по такому тарифу. Но в любом случае кондуктор всегда может войти в положение и не доводить дело до драки, считают общественники. Я считаю, что это абсолютно недопустимо. Случай четко выявил проблемы нашего общества. Опять же, женщины в возрасте, женщины, скорее всего, уже бабушки. И их даже не остановил тот факт, что в общественном транспорте находились дети, более молодое поколение. И тот факт, что они им показывают пример, не заставил их хотя бы немножко сабрыса в талга. Впрочем, ситуации встречаются разные, но не всегда работники общественного транспорта могут отнестись с пониманием и довезти пассажира бесплатно. Ведь бывают и недобросовестные пассажиры, которые просто не хотят платить за проезд. В нашей стране были случаи, когда суровые кондукторы высаживали детей из автобусов и выталкивали на дорогу беспомощных стариков, у которых не было денег на проезд. Жители Ак-Тубе еще не забыли тот случай, когда все в том же перегруженном 29-м автобусе скончался пожилой пассажир, у которого после скандала не выдержало сердце. Лайла Осова, Жумар Кудайбергенов, информбюро Ак-Тубе. Междуусобные склоки начались в селе Тузды, Карагандинской области, скотоводы против фермеров. На одном из полей там обнаружили тушу лошади. Владелец уверен, животное застрелили. В полиции начали расследование по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества». Вот и Наташа Мухамбетова. У ней корову тоже на поле застрелили. Дойную корову. Пусть наказывают, пусть штрафуют. Но убивать же нельзя скот. Они живут с этого скота. Скандал разгорелся прямо на поле, где обнаружили тушу лошади. Все подозрения пали на владельца земли. Вот только сам предприниматель вину отрицает, предполагает, что застрелить животное случайно могли охотники. Разбираться будут теперь в полиции. Проблема с отсутствием пасбищ для выпаса скота в Бухаржуровском районе существует уже давно. Большая часть земель засеянная. Конфликт между скотоводами и фермерами длится уже долго и, похоже, сейчас дошел до крайней точки. Конечно, это неправильно. Для меня это произошел самосуд. Никто не имеет права. Что бы ни было, как бы ни было, есть у нас рамки закона, которые нужно применять. То есть, если зашла скотина на твое поле, для этого есть статья по траве, когда вызывается участковый инспектор и налагается штраф. Но никто не вправе убивать животное. Подтвердилось, что это огнестрельное оружие. Казахстанскому институту ботаники и фитоинтродукции исполнилось 90 лет. К этому событию приурочили Международную конференцию по изучению, сохранению и рациональному использованию растительного мира Евразии. Как отмечают ученые, за эти годы Казахстан внес значительный вклад в развитие мировой науки. К примеру, был создан первый семенной банк растений и природной флоры в Центральной Азии. Проведен скрининг лекарственной флоры и составлена база данных. На сегодня отечественные ботаники сотрудничают с ведущими специалистами более 50 государств. На трехдневном форуме выступят представители семи стран и ученые из разных уголков Казахстана. Впереди у нас задачи по инфраструктурному развитию ботанического сада. Реконструкция, которая была проведена у нас фондом Булата Утимуратова, Утимуратова дала толчок для дальнейшего развития. И сейчас у нас в планах завершения реконструкции оранжерейного комплекса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова